Несмотря на то, что изучение тираннозавров продолжается несколько столетий, ученые до сих пор не знают всех подробностей касательно образа жизни этого хищника. Как же выглядел тираннозавр и почему именно этот динозавр считается самым знаменитым в мире? Ученые до сих пор спорят по поводу того, каких же размеров мог достигать крупный тираннозавр. Самый полный и большой скелет, найденный учеными, получил кличку Сью и составлял в длину 12 метров 30 сантиметров. Высота такого скелета 4 метра, но ученые полагают, что это далеко не самая крупная особь тираннозавра. Средняя масса такой особи колеблется в пределах от 5,4 до 6,8 тонн. Однако некоторые ученые считают, что масса тела тираннозавра достигала 10 тонн. Этот огромный хищник довольно быстро передвигался, а его добычей могли стать даже такие крупные динозавры, как диплодоки. Самая маленькая особь, найденная учеными, весила по оценкам специалистов примерно 30 килограммов, в то время как вес знаменитой Сью был равен 5400 килограммам. Благодаря современным методам научного исследования, ученые установили, что возраст самого маленького тираннозавра, скелет которого был найден, составлял 2-3 недели. Возраст знаменитого скелета Сью составлял около 28 лет, и ученые считают, что данная цифра близка к максимальному пределу жизни тираннозавров. Сами особи были найдены в разных уголках света, но наибольшая концентрация скелетов приходится на территорию США и Канады. Тираннозавры обитали как около водоемов, так и в болотистой местности. Исследования ученых касательно возраста найденных костей доказывают, что эти динозавры проживали в поздний меловой период. Однако зарождение вида могло начаться и раньше. Такие динозавры предпочитали охотиться поодиночке, стадный инстинкт у них был развит слабо. Несмотря на то, что ученые находили многочисленные парные следы тираннозавров, массовая охота была скорее исключением. Более того, ученые доказали, что эти животные не брезговали каннибализмом. Один тираннозавр мог спокойно напасть на другого, но это было скорее исключение из правил. Чаще всего данные животные охотились на крупных травоядных, которые не могли оказать им достойного сопротивления. В деле длительной и изнурительной охоты на других динозавров тираннозаврам практически не было равных. Однако исследуемые скелеты животных подтверждают, что редким особям удавалось прожить больше 10-15 лет. Однако ученые до сих пор не знают, с чем связана ранняя смертность столь опасных хищников. Динозавр-тираннозавр был опасен не только из-за своих огромных размеров, но и из-за приличной сообразительности. Многие ученые утверждают, что тираннозавры были одними из самых умных животных юрского периода. Их хитрость и сообразительность немало помогала животным во время охоты. Впервые о гигантском динозавре стали говорить в 1874 году, когда Артуром Лейксом были найдены челюсти огромного размера. Сейчас эти останки приписываются именно тираннозавру, хотя в свое время выдвигалось немало гипотез касательно принадлежности челюсти тому или иному виду древних хищников. Впервые частично целые останки тираннозавра были найдены в 1900 году, и примерно с этого периода ученые начали активно изучать ныне самый известный вид динозавров. Само название тираннозавр было придумано Генри Осборном в 1905 году. Название переводится как «королевский ящер-титан» и напрямую подчеркивает значение данного вида для экосистемы мелового и юрского периода. Ученые считают, что тираннозавр был самым опасным хищником тех времен, считаясь настоящим королем джунглей. Долгое время ученые считали, что тираннозавр был лишь падальщиком и никогда не вел активной охоты на другие виды динозавров. Данная теория объясняется тем, что передние конечности тираннозавра были слишком короткими и не могли захватить жертву. К тому же данный хищник обладал приличным обонянием, как у стервятников, что помогало динозавру быстро найти свою жертву. Вскоре данная теория была опровергнута, а ученые доказали, что тираннозавры могли вести охоту не только на мелких динозавров, но и на крупных особей. Более того, проведенные в 2010 году исследования доказали, что тираннозавры могли питаться останками собственных сородичей. Нередки были и внутривидовые конфликты за право спаривания и за дележку территории. Ученые считают, что тираннозавр питался, вырывая куски мяса из тела жертвы. Несмотря на то, что голова хищника была не слишком подвижной, огромное количество зубов позволяло тираннозавру за один укус выхватывать кусок мяса весом до 70 килограммов. В 2009 году ученые доказали, что многие из особей тираннозавров страдали из-за поражения паразитами. Возможно, эти паразиты проникали в организм тираннозавра через питьевую воду. Они разрушали не только мягкие ткани, но еще и были способны травмировать кости, оставляя на них рубцы. Возможно, именно из-за этих паразитов тираннозавры погибали, едва достигнув половой зрелости. Слабые и больные особи довольно быстро подвергались нападению со стороны других хищников или даже сородичей. Возможности выжить и вылечиться у них практически не было. Суровые внутривидовые порядки привели к тому, что постепенно количество тираннозавров на планете уменьшалось. Многие палеонтологи придерживаются теории, что самки тираннозавра были крупнее и агрессивнее, чем самцы. Зачастую именно самки занимались охотой, рискуя нападать даже на крупных травоядных особей. Данная особенность вида неоднократно была отражена в кинематографе. Тираннозавр поистине уникальная особь древних хищников, и особенности образа жизни этого динозавра изучаются до сих пор. Несмотря на крупные размеры и немалую сообразительность, эти хищники зачастую гибли, едва достигнув полового созревания.